Святитель Иоанн Златоуст, на свое первое слово, готовящимся к окрещению, в частности говорит о воздержании языка. Будем узнавать козни дьявола, его коварство и нападение, и смело вступим в борьбу с ним. Он обыкновенно вредит нам всеми мерами, но особенно посредством языка и уст, ибо никакой другой член так не пригоден ему для обольщения и погибели нашей, как невоздержный язык и необузданные уста. Отсюда происходит с нами много падений, через это мы впадаем в тяжкие вины, объясняя, как легко пасть через язык, некто говорит. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Сирахат, 28 глава, 21 стих. И показывая тяжесть такого падения, он же и прибавляет. Предскновение от земли лучше, чем от языка. 20 глава, 18 стих. Смысл слов его такой. Лучше, говорит, упасть и разбить тело, нежели произнести такое слово, которое губит нашу душу. И не только говорит он о падениях, но и увещевает иметь великую внимательность, чтобы не падать. Для уст твоих, говорит он, сделай дверь и запор, 28 глава, 29 стих. Не то, чтобы мы сделали для них двери и запоры, но чтобы с великою заботливостью отклоняли язык от непристойных слов. И еще в другом месте пророк показывает, что при нашем старании, прежде нашего старания, мы имеем нужду высшей помощи, чтобы удержать внутри этого зверя. И, простирая руки к небу, говорит, возделье рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради дверь уст моих. Псалом 140, 2-30 стихи. Также и тот, которого увещания приведены прежде, еще говорит, кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на устам мои. И уже в 22 главе, 31 стихом. Видишь ли, как каждый из них страшится этих падений, плачет, дает советы и молится, чтобы язык был тщательно сохраняем. Но почему, скажешь, Бог дал нам этот член вначале, если он приносит нам такой вред? Потому что он приносит и великую пользу, и если бы мы были осторожны, то он приносил бы только пользу и никакого вреда. Послушай, что говорит тот, кто сказал и прежде, смерть и жизнь во власти языка. Притча 18 глава, 21 стих. И Христос выражает то же самое, когда говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12 глава, 37 стих. Язык находится на середине между тем и другим употреблением, а ты, господин его. Так и меч находится на такой же середине. Если ты употребишь его против врагов, то он делается спасительным для тебя орудием. Если же ты наносишь удар самому себе, то причиной поражения бывает не свойство железа, а твое беззаконие. Так будем рассуждать и об языке. Он меч, находящийся на такой середине. Изощряй же его для обличения своих грехов, а не для несения ударов брату. Для того Бог и оградил его двойною стеною, рядом зубов и оградую губ. Чтобы он не произносил непристойных слов скоро и неосмотрительно. Удерживай его за ними. Если же он не удерживается, то усмиряй его зубами, придавая блог его им, как бы палачам, и кусая его. Ибо лучше ему ныне быть искусанным за грехи, нежели тогда жаждать капли воды и, сыхая, не получить облегчения. А он обыкновенно совершает много и других грехов, когда злословит, хулит, сквернословит, клевещет и клянется Господу нашему слава во веки веков. Аминь.